Сонечка, а тебе нравится, что парки открываются в Ирпене? Мне нравится парк, здесь весело, здесь можно отдохнуть, можно с папой прийти погулять, там, распокататься. Ты бы посоветовала своим друзьям приходить в парки? Конечно. Спасибо. Наталья, живу в Ирпене с 88 года, пенсионер, но очень активный пенсионер. Скажите, пожалуйста, какая ваша реакция на создание парка в городе Ирпене? Вы знаете, положительная, с большим плюсом, потому что я считаю, что парк и вообще окружающая среда, она является как бы душой города, понимаете, что, легкими, и, ну, тут только положительные эмоции, потому что все довольны, и дети, и грозные, и старики, потому что есть где посидеть, есть на что посмотреть, есть с кем пообщаться, ну, то есть, и то, что парки открываются один за другим, это прекрасно. Ну, просто, ну, наши родственники в Киеве, которые живут, они просто завидуют нам, что мы живем именно вот в этом прекрасном городе. Спасибо большое. Друзья, несло, которое сказал Наташа, что парк – это душа города. И я смотрю, вот как начиналось строительство, реконструкция, да, тех мест, которые стали парками, то я вижу, видела людей, которые раньше были, которые приходили в парк, и какие они сейчас. И вот эта душа, сначала она была печальная, озадаченная, то сейчас, да, сейчас люди приходят, они все, смотрю, веселые, более жизнерадостные, более открытые стали. То есть, душа людей, да, в душе парка, да, начинает раскрываться. Вот, и я думаю, что есть люди этой душе раскрыться. Меня зовут Екатерина. Я живу в Ирпене, 76-го года, но я очень довольна, что у нас сегодня открылся такой красивый, необычный парк. Очень. Я душа сейчас в Ирлана, все это знают. Я очень благодарна городскому руководству и всем добрым людям, которые сотворили такое чудо и подарили людям счастье, здоровье и здоровый образ жизни. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Ленинская Мария. Скажите, пожалуйста, насколько вы радуетесь созданию таких мест в городе Ирпень? Ну, по-моему, это потрясающе. Действительно, потому что деток сейчас очень много в городе. Город преображается. Теперь есть куда сходить, есть куда сводить ребеночка, что показать. Стало везде красиво. Красивые газоны, хорошие детские площадки. Реально хочется сказать, что, ребят, все приезжайте в Ирпень и просто живите здесь. Здесь становится очень комфортно. И, ну, замечательный город. И, конечно, это все благодаря руководству. Я думаю, что да, в парках однозначно люди узнают друг друга. У меня даже был интересный случай. В фейсбуке ты видишь людей только на картинке. А когда выходишь в парк, вот они живые. И действительно, уже у меня было несколько встреч, знакомств, с которыми я в итоге их перенесла в живую жизнь именно в парках. Это правда. В парке Правика у меня было такое знакомство, которое вот живое знакомство произошло в парке. И вот здесь, на территории этого парка, я вчера приезжала сюда, получается, заблаговременно до открытия. Но уже здесь было очень много людей. Всем очень нравятся эти скульптуры. Это действительно впервые в Украине, и поэтому все приезжали даже до открытия. Вот. И вот вчера я тоже познакомилась еще с одним человеком здесь. Это однозначно правда. То есть человек на территории парков имеет шанс больше общаться, больше знакомиться. Спасибо. Здорово. Антошка. Нам дуже сподобався парк, да, Антошка? Йде погуляти. Дуже много для диток разных качельок, дитячих майданчиков. Фигуры деревянные. Ну, просто красави. Нам дуже сподобавались. А, скажите. Ну, Лена Егорова. Я живу вот в доме у Болтавской 61. И реконструкция, превращение этой зеленой территории в этот прекрасный парк проходила у меня на глазах. На что я обратила особое внимание, что жители этого района приходили на эту территорию и высказывали, разговаривали с рабочими, с распорядителями работ, с представителями исполнительной власти, которые постоянно здесь были, которые постоянно здесь были, контролировали видение этих работ. Высказывали разные свои какие-то какие-то положительные и не очень положительные восприятия, высказывали какие-то свои замечания и предложения. И что было очень важно видеть, насколько внимательно относились от рабочего до представителя исполнительной власти к этим предложениям людей. Насколько, с какой сердечностью, открытостью и любовью проводились вот эти вот работы по созданию этого парка. Поэтому результат, вот этот вот парк, который мы сейчас получили вот в нашем районе, он имеет потрясающую энергетику, вот радость, счастье, света и любви. Большое спасибо всем, всем, кто был причастен к реализации этого красного проекта. Спасибо. Меня зовут Мария, живу я в городе Ирпене уже больше 35 лет. Это город очень зеленый, красивый, мне очень нравится. Я витаю нашего мера Ирпеня, Володимира Андреевича, который нам предоставил это свято сегодня, который он обещал, когда он шел на свое меру, он обещал, что сделает, и все эту митингу свою он отримал. И сказал, что из этого места сделает указку, что будет жить как в завтрашнем дне. И действительно, он продолжил нам жизнь, мы в этом месте живем и радуемся, оно очень красивое для нас. Особенно для меня, я сюда вийду, буду отмочевать в свои простые такие дни, когда меня там своими детьми, своими судьбами. Мне тут очень нравится, очень красивый, чистый воздух, мне очень нравится. Я, Леднева Тетяна Андреевна, в городе живу с первой дни народжения. Я люблю это город, и очень переживала, чтобы оно не превратилось в какой-то, я не знаю, в камень джун. Но сейчас я вижу, что место развивается, и развивается в правильном направлении. Оно стало комфортным для всех людей, и для гостей, и для тех, которые здесь живут. И решили провести жизнь, родить детей. И скажу, что только два года назад мы тут прибирали. Вийшло мало людей, тут были каши, было скроро спите, было много смятя. Но вот пришла молодая команда, скажем так, и я, как людина, я уже пенсионерка, я им поверила. Поверила, что в их руки мы отдали самое дорогое, что у нас есть, это наше родное место. И теперь мы видим результат. Если тут было смятя, вот тут, на этом месте, было столько, что мы, когда стали прибирать, мы понимали, что мы это в один день даже не поднимем. Треба было машинами вывозить, и скло, и шприцы. А теперь тут могут и дети играться. И много интересного, сейчас у нас завдание перед нами наповнить оцю территорию какими-то цикавинками. И это уже в руках может быть и громадой. И поэтому я запрошу всех приходить до этого парка, давать свои пропозиции, чтобы хотели, потому что тут выраховывали пропозицию, когда его строили. А теперь, я думаю, что обовязково выраховывали, уже до нас была такая пропозиция, давайте рассказать, что вы тут хотели. Так что, будь ласка, мы можем тут и танцы уже проводить, и мультфильмы показывать, и майстри могут свои вироби демонстрировать, продавать. Так что, всех с таким святом, моя родная сторона – это Схидная, и я вижу, что и на нашу сторону Ирпеня пришло свято. Я думаю, я бажаю всем людям, которые живут в разных куточках Ирпеня, чтобы у них каждого было свято на их улицах. Дуже доброе. Кристина. Кристиночка, скажи мне, пожалуйста, Кристиночка, что тебе нравится вообще в парках, и особенно в этом новом парке, Покровского? Мне подобаются скульптуры и какие-то те. Скульптуры? А какая, на твой взгляд, самая такая интересная, красивая для тебя? Такие такие, такие. А ты здесь познакомилась с другими детками, девочками, мальчиками? Еще не успела? Нет. Нет? Но собираешься, конечно. Да? Ты далеко живешь отсюда, от этого парка? Нет. Бучи. Бучи. Будешь сюда приезжать из Бучи? Да. Молодец. Спасибо, Кристинка. Готовим! Давай, 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 сейчас. Да, собираемся. Стоп, поезд приехал, наконец, у нас троих. Ну, да, я. Ты тогда хочешь? Даня, иди сюда. Даня, иди сюда. Иди сюда, Сонь. Харт. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Да у нас зараз взломают ренажер. Только не бросай. Я тут верю. Ладно, пусти. Только не бросай. Все? Эй, я. Столочек. Ладно. Ладно. Субтитры делал DimaTorzok 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 танцю «Эмираль». И мы начинаем танцю «Мишиняк». Звучит музыка. И мы начинаем танцю «Мишиняк». 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 А теперь вот так просто прикасаешься, и получается полосочка. Хочешь, еще раз прикоснемся, будь еще одна полосочка. Опа, полоса не получилась. Хочешь, еще в серединке прикоснемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok